Эй, привет! Добро пожаловать на Лайфнаген. Ооо, да я же силач! Я могу привыкнуть к этому. Не знаю как вы, но я уже устал от сна. Он вообще работает? А, окей, забейте. Проводить одну третью часть своего дня без сознания кажется пустой тратой времени, но сон играет определенную роль для здоровья, памяти и усвоения информации. Правда вот, нужно ли его так много? Что если бы вместо этого мы только дремали? Я имею в виду, все любят подремать, правда? Больше 85% млекопитающих спят бифазно, то есть они спят в несколько коротких периодов в течение дня, а кто-то наоборот спит монофазно, как и большинство людей, перекладывая всю нагрузку на один сон в день. Дремота обычно описывается как сокращенный период сна до 90 минут. 20 минут дремоты повышают вашу бодрость и настроение, не заставляя вас чувствовать себя дезориентированным, потому что вы оставались в легкой фазе сна. В то время как дремота продолжительностью от 30 минут до часа погрузит вас в более глубокие фазы сна, оставляющие чувство вялости после пробуждения. Это называется сонная инерция. Но если у вас есть 90 минут на вздремнуть, вы пройдете через самую глубокую фазу сна и вернетесь, чувствуя восстановленность, с освеженной памятью и креативным подъемом. Также исследования показали, что дремота может повысить ваш объем внимания, улучшить общую производительность и ослабить депрессию. Некоторые люди считают, что они могут прожить исключительно на дремоте, которая дает им больше времени бодрствования для продуктивности. Те, кто спит полифазно, утверждают, что они могут настроить тело, чтобы входить в БДГ-сон моментально, устранив необходимость в долговременном сне. Есть три основных расписания полифазного сна. Обывательское. Наименее тяжелое и включает в себя один долговременный период ночью, примерно трехчасовой, с тремя дремотами по 20 минут за день. Сверхчеловек. Включает дремоты по 20-30 минут каждые 4 часа, что составляет 6 раз и суммарно около 2,5 часов в день. И Димаксион. Включает просто 4 раза длиной по 30 минут каждый, что составляет всего лишь 2 часа сна. Так как очень немногие могли выдержать такой режим сна, разве что может быть ромбус, он тусовщик, очень мало информации о том, как это воздействует на организм. Однако сторонники таких расписаний утверждают, что они довольны и не имеют жалоб на проблемы и со здоровьем. В конце 80-х невролог и эксперт по снам Клаудио Стампи исследовал воздействие расписаний полифазных снов во время гонок на яхтах по Атлантическому океану. Он обнаружил, что самый быстрый моряк спал меньше и короткие эпизоды, в среднем по 5 часов в день, с перерывами по час 20 минут, что указывает на возможность приспособиться получать 60 или 70 процентов от вашего обычного сна без значительного ухудшения производительности. Однако это исследование основано на выводах, сделанных при наблюдении за время гонки, а не непосредственно на оценке их умственных способностей, на том, как это сказалось на их здоровье или других долгосрочных воздействиях. В целом, лишение сна может привести к раздражительности, замедлению времени реакции, может увеличить тревожность и даже влиять на вашу способность формировать воспоминания. И исследования показали, что люди, которые засыпают за рулем, столь же опасны, как и пьяные водители. Что ж, хотя желание кликнуть на следующее видео очень соблазнительное, я думаю, что лучше немного поспать. Разве что вы уже достаточно поспали, в таком случае не стесняйтесь кликать на следующее видео. Как вы думаете, а вы бы прожили на подобных расписаниях? А может вы уже пользуетесь таким? Напишите об этом в комментариях. И как всегда, меня зовут Блоко, это был LifeNogin, и помните, продолжайте думать. Большое спасибо за просмотр! Обязательно подписывайтесь на канал оригинала, ссылка есть в описании. А если вам понравились мои переводы и озвучка, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами, как всегда, был Фиди. Всем удачи и пока!